ладно ребят давайте продолжим небольшой перевод окончен и вперед впереди нас ждет битва с боссом оставьте их в покое ты что такое их так много вышло хватит они не могут ничего против вас демона умирает на свету замани их на свет как и ожидалось это мелочь ничто это каменная статуя босс она контролирует всех я не их босс это я полагаюсь на них они меня спасли так что не смейте трогать моих товарищей ой как грустно как печально ем цепь так что и и а и и б и и и и и и и и в Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Мы не можем сейчас повернуть назад. У нас нет выбора, кроме как... Это как его... У нас нет выбора, мы не можем прерваться, чтобы устраивать бой... Фу. Мы должны продолжать идти вперед и устроить бойню. И мы ничего другого, кроме как сражаться, и не можем сделать. Верно, Кайна? Я думаю, что... Так что... Кайне! Кайне! Кайне-сан! Двигайся, ну уже двигайся! Давай, шевелись, моя рука! Несовершенные мы. Но наши товарищи делают нас совершенными. Хоть нас Перерезали, издевались, топили Но плечом к плечу мы Дополняем друг друга Это то, что помогло нам выжить Так что Не мешайте нам жить Они, мои товарищи Двигайся Шевелись Ну же, двигайся Вот в оригинале я этот диалог пропустил Он быстро убил босса Двигайся Ты в порядке? Я сейчас исцелю твои раны С такой раной Она уже Нет Кайне-сан Кайне-сан Идите Что это такое? Кайне, что? Тебе конец пришел Кайне-сан 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 Стала демоном Похоже, у нас нет Выбора, кроме Как остановить ее Кайне-сан Пожалуйста, очнитесь Так, все Сейчас, бей Кайне-сан Пожалуйста Вернитесь к нам Ну и ну Кайне-сан 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 Кайне Я Не смогла Контролировать свою силу И уже С вами Я буду с тобой всегда Если ты станешь демоном снова Я остановлю тебя, как сейчас Снова и снова и снова Я буду это делать Кайне-сан Мы будем возвращать тебя снова и снова Мне очень нравится быть с тобой снаружи деревни Кайне-сан Потому что Кайне-сан приняла меня Таким, как имя я есть Я могу жить, несмотря на то, как выгляжу Я очень слаб Но с тобой Я могу Быть сильным Я знаю, что всегда полагаюсь на тебя Но ты Мой друг Кайне-сан Пожалуйста Не покидай нас Ух, успел Не плачь, Эмиль Спасибо Уже все в порядке Это речь Эмиля Конечно, жесткая Но я успел Кстати, в английской версии ранее я не успел Там намного медленнее А тут быстрее получилось А, а вон туда Ну а старт, да, он и так довольно жестокий комментарий отбрасывает местами Вы получили таинственный фрагмент камня Это что еще такое? Это что еще такое? Кто знает Я не могу прочесть, что написано Это не полезный Мастер Выключайся Только по-настоящему Без полезный Ладно, спросим у Поппола Это... Ангон? Это... Шифр? Как-то как-то так Сможете справиться? Это, кажется, ключ к тому, чтобы снять печать. Можете взглянуть сюда? Я тут написала пару слов, которые смогла понять. То, что вы нашли, это лишь фрагмент каменного ключа, который называется Каменный Страж. Учитывая, что вы получили его из каменного храма, я полагаю, что слова, которые написаны возле фрагментов, имеют какой-то смысл тут. Тут есть еще возможность соединить четыре фрагмента каменных фрагментов. Жертва, или жертвоприношение. Разум машин. Памятное древо. Верность Цербера. Разум машин. Скорее всего, это указывает нам на гору роботов. Памятное древо. Интересно, это лес мифов? А еще два. А еще два. Это жертва. И верность Цербера. На что они ссылаются? Я не знаю. Понятно. Все, что нам нужно сделать, это просто победить больших демонов. И найти фрагменты. Где-то рядом с ними или у них. Которые будут соответствовать этим словам. Ты собираешься просто идти вперед всех убивать без разбора? Это от того, чтобы попасть в замок короля демонов. Кроме того. Наш враг. Это демоны. Так что в чем проблема? Но это опасно. Похищенная Йона находится сейчас в более большей опасности. Но Йона-чан... Да, но Йона-чан... Она жива. Я знаю, что она жива. В любом случае. Сейчас я собираюсь пойти и посетить гору роботов и лес мифов. Понял. Поняла. Будь осторожен, пожалуйста. Кстати, насчет Кайны-сан и Эмилия-куны. По правде говоря, люди в городе, точнее, люди в деревне очень благодарны им за все. Но, к сожалению, есть еще несколько людей, которые все еще не могут изменить своего отношения к ним. Вот так сразу. Поэтому дайте им немного времени. Я тоже приложу все усилия. Хорошо. Так, окей. Так, ну, в этот раз мы пойдем на гору. В прошлый раз, когда мы проходили на концовку Б, фу, на концовку А, случайно затригерили лес и пошли по другому пути. Давайте в этом, в этот раз пойдем вот по-другому. Сначала посетим гору, потом посмотрим. Ну, куда дальше? Собственно, гора роботов или лес мифов. Ну, гора, конечно. Поппола сказала, что на горе роботов возможно есть фрагмент ключа. Если спросим тех братьев, может быть, сможем раздобыть какую-нибудь информацию. Так, по идее, сейчас сайды уже должны были появиться. Сейчас проверим, если их можно повторно проходить. Возможно, там просто написано 100% все сайды, но повторно их проходить дадут возможность. Так, вот тут у нас был один. Что-то его нету. Нет, нельзя повторно их проходить. Да. Печально. Сайда, где были демоны, там тоже, может быть, какие-нибудь слова могли бы добавить дополнительные, чтобы раскрыть демона. Но, увы, к сожалению, этого тут не сделано. Так, ну, вперед. Добро пожаловать. Быстро приехали. Быстро приехали. Продолжение следует... Похоже. 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 Ну, Лунарк, к сожалению, да, много важных деталей в игре так и не попали. Что-то, как мы видим, добавили в этом ремейке, но довольно мало пока что. Я сомневаюсь, вот все, что опишется сейчас Астер, в игре нам расскажет. Хотя бы в ремейке. Ну, по сути, да, для того, чтобы все понять, тут надо взять книжку «Гримуар. Мир» и прочесть ее. Черт, куда они делись? Не дайте ему бежать. Убейте их здесь и сейчас. Мама, мы что, умрем? Мальчик мой. Там что-то есть. Мальчик мой, ты уже взрослый. Возьми себя в руки. Ты должен бежать со всех ног, понял? А ты, мама? Мама будет приманкой и выиграть тебе немного времени. Нет, ни за что. Мальчик мой, взрослей. И помни свою маму. Не забывай о меня. Мама, мама! Пойдем вместе! Мама, подожди! Нашел! Вот он! Мама, нет! Нет, мама! Мама! Ты кто? А ты кто? Я к леву. А ты? Робот для защиты базы. Тип И-33. Я выполняю защитный приказ против правонарушителей. Из твоих глаз вода течет. Я плачу. Потому что мама... Потому что мама... Плачешь? Мама? Мама. Самый важный человек в моей жизни. Я нигде ее не могу найти. Не могу, потому что она... Мертва. Мой хозяин тоже мертв. Он оставил меня сотни лет тому назад. Сотни лет тому назад? Восемьсот семьдесят четыре года, десять месяцев, четырнадцать дней, четыре часа, сорок три минуты назад ровно. Значит, с тех пор... Ты сам по себе? Тебе не одиноко? Одиноко? Мне незнакомо такое поведение. И плакать я... Не могу. А я плачу. Потому что боюсь умирать. Клео. Умрет. Если люди меня поймают, они меня убьют. 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 Плачь. Клео. Клео. Убить. Не позволю. Что? Клео. Пи-33. Защитит. Ты поможешь мне? Задача. Пи-33. Защищать. Защита. Клео. Задача. Спасибо. Блин, сильный момент. Насколько раз не видел, все равно. Пробивает. А вас? Я уверен, что здесь много машин. Даже при всем при этом, мы можем использовать лишь несколько машин. Посмотри, посмотри. Она выглядит совершенно новой. Успокойся. Смотри под ноги. Да все в порядке будет. Это плохо. Э? Беги. Братик. Братик. Нет. Брат. Нет. Брат. Нет. КОНЕЦ Я так испугался Если ты начнешь Сильно шуметь Произойдет несчастный случай Нарушитель Один умер От несчастного случая Бедняжка Они Они не казались Как будто охотились на меня Гора роботов Пойдем поговорим с братьями Возможно они что-то знают об этом Да уж Сколько тут событий Которых в первый раз Мы даже не видим и не знаем про них Здравствуйте Добро пожаловать О, младший брат Давно не виделись Как твой старший брат По правде говоря Четыре года назад У нас случился несчастный случай Понятно Прости, что задал плохой вопрос Да все в порядке Послушай, у меня к тебе вопрос Ну в чем дело Ты не слышал о каком-либо демоне В округе здесь Не просто обычного демона Не просто обычного демона А большого и могущественного Я ничего подобного не слышал Я только Роботов Роботов В чем дело На самом деле у меня есть очень мощное оружие Я уверен, что вы, Нирсан, смогли бы им воспользоваться Так, двуручный меч Железный комок Широ Это оружие Кажется, оно у нас уже есть Все нормально Это же все-таки второй раз Но что важнее Он кажется Потрепанный Неисправный Разбитый Да, лезвие меча слишком повреждено Для того, чтобы быть эффективным сейчас А ты сможешь его починить? Да Да, до тех пор, пока у меня будут материалы Тогда Созаи Тогда я пойду достану тебе материалы Слава Богу Было бы обидно его просто взять и выбросить Нуженый материал Кейжоу Киоку Гоукин Необходимые материалы Это Сплав памяти Их можно достать только с больших врагов Что находится на втором подвальном этаже Так что Будьте осторожны А то Здесь Это паскод для паскорда Кроме того Вот тут пароль Дабы Спуститься На втором Подвальном этаже Используйте лифт Для этого Продолжаем Так Мы получили пароль Собственно Для того, чтобы попасть на втором подвальном этаже Я понял Так, ну по идее у нас он должен быть А не, смотрите, нету А точно Мы же тратили их На другие сайды На прокачку Так что Вперед В гору Старший брат умер Таким молодым Из-за их дела Приходится залезать В опасное место Так Не, ну или Аширо как Аккорд Не, это не может быть Чтобы он манипулировал Скорее Аккорд Возможно где-то рядом Учитывая, что она упоминается Во время загрузки Так что Она здесь где-то была Но мы лично с ней не сталкивались Как минимум в оригинале Возможно тут Все еще впереди Что-нибудь Какие-нибудь сюрпризики Как говорится Надеемся на лучшее А готовимся к худшему Если младший брат Развеселился бы Анива Старший был этому рад Что-то Что-то Увидеть радостного и улыбающего Младшего брата Это было бы Конечно Сильная радость для него Потому что Потому что Любому брату Короче Понравилось бы Если младший старт Рад Так, все Так, все Ну тут даже бить нечего Что-то еще есть Готово Эмниель, не мешайся Так, нам нужно вон в конце Самое большое Лунар Лунар Ты тут, кстати Сейчас будет Твое любимое место Я взорвал кайны Да вроде нормально А, кстати Насчет кайны Тут по идее Должно быть кое-что Интересное Если делать Вот это Ну, понятно Чего-то Ничего нет Ладно Думаю Я знаю Где это Скорее всего Походу Они реально Это сделали Блин Лёва будет Ну, Астар Ну, я так и думал Значит, они реально Это сделали, да? Просто когда мы Проходили оригинал На концовке Я и говорил Как ее сделают Скорее всего Если Будут реализовать И так и есть Здравствуй, Антон Добро пожаловать Ты что, еще жив? Так, вот Флорид Он нам нужен Анба Тоже Эмиль Смешайся Так, ну, погнали Ну да Я ни разу не упал Начинаю Начинаю Эй, переключился Переключился Нет Нет, я не упал Начинаю Ну, все Возвращаемся Возвращаемся Обратно Надо взорвать стенку Кайне Отойди Чтоб тебя Сейчас не взорвали Стоп Тут еще Нужна бомба Кайне Ну, Астер, вот именно Учитывая, что это Мир Йокотаро, тут хэппи-эндов Можно не особо ждать Ах, побыстрее бы что-нибудь Полноценное, большое он выпустил Новенькое Не мобильные игры или что-то там мелкое Именно большие игры Как Мир Репликант и Автомата И Дракенгард Третий Первый еще Ну, как минимум сейчас На момент записи этого стрима 18 мая 2021 года Было объявлено Только о том, что Йокотаро разрабатывает Какой-то Маленький проект Который будет распространяться Исключительно в цифровом виде Что это может быть Непонятно Но, учитывая, что только Исключительно в цифровом виде Что-то мелкое Да Хорошо Тогда Что такое корабль? Транспортное средство Перевозящее Людей И груз На воде Правильный ответ Питян Ты молодец Ты выучил Много новых слов Благодаря Клео Благодаря Клео Я смог Узнать Много слов Ты мне Рассказал О красоте Внешнего мира Ну Ты еще ничего не знаешь Практически Давай когда-нибудь Обойдем весь мир Мы похожи Друг На друга Да Да Я жду этого с нетерпением Да Ну Илья Вроде ремейк Репликанта Который мы сейчас Играем Тоже Хорошо Принес Несмотря на то Что оригинал Так себе Ну Виктор Тут как бы С боевой Все отлично В ремейке Не идеально Но нормально Претензий Да нет Играется Очень бодренько О Хорошие материалы Ну что ж Я начну Модернизацию Вашего оружия Прямо сейчас Поскольку вы Были такими Настойчивыми То я не буду Взымать Никакой платы В этот раз Спасибо Итак Это Немного Играем Это Похоже Займет Какое-то Время Если Который Который Я Напишу Тебе Я Напишу Вам Когда я Закончу Спасибо Спасибо Ты сильно Поможешь Отлично Итак Что будем делать Похоже что Модернизация И починка Оружия Займет Какое-то время Лес мифов Или погнали К популе И послушаем Что она расскажет Может быть Есть какая-то Новая информация О короле демонов Так что Давай вернемся В деревню Понял Ой Или А это Да Ой Стоп Ну Они Подобрали Хорошее Время Для Релиза Так что Это Хорошо И Как бы Да За счет Хайпа Автомата Еще Она Выводит Но Тем не Мене С ней Все Хорошо Получилось Несмотря на то Что там Вроде С стим Версии Проблемы Как и с автоматой Было В свое время Куда же без этого Солар А ты Видишь Эти сайды Чтобы я Пробовал Попытался Это сделать Сейчас вот Пойдем В деревню Посмотрим Если есть Попробуем Что-нибудь Но Похоже У нас Это Не Получится Сделать Солар Ну да Очень Ну Виктор Ну а кто Спорит Само собой Они виноваты Потому что Они должны Были следить Но Блин Печально Типа Ну Ладно С автоматой Было Но Блин Так Так Ну да Нету Нету Ничего Нету Ну 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 Какая же Работенка Поступила Ко мне Сегодня Время 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 На данный момент Похоже Что никаких Работенок Не поступало Так что Заходи в другой раз Когда будет время Нет Нельзя повторять Сайды Все Так что Увы Ну Астер Ну это все Благодаря Он там Чувак Выпустил Сделал Мод Патч Который Справляет Кучу проблем В автомате И как я понял Для репликанта Он тоже Уже Это сделал Теперь можно Наиграть Нормально Но Почему С вами Скоро Энекс Не могут Это сделать Непонятно Так Ладно Здесь пока что Остановимся И продолжение Следует